В область с рабочей поездкой прибыл заместитель премьер-министр Алтай Кульгенов. В ходе поездки он сообщил, что будет решена проблема аварийных школ и школ с трехсменным обучением в регионе. Также было отмечено, что медицинские объекты районов и аулов будут оснащены современным оборудованием. В соответствии с поручением главы государства в стране запускается масштабный проект «Аул Аманата», который должен дать новый импульс развитию села. Об этом сообщил прибывший в область с рабочей поездкой министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на встрече с сельхозтоваропроизводителями. Сельское хозяйство должно стать драйвером экономики страны. В этих целях государству будут возвращены неэффективно используемые земли сельскохозяйства назначения. Эти работы уже начались в прошлом году. Также будет усовершенствован механизм субсидирования отрасли, увеличены объемы финансирования. Утвержден комплексный план развития сельских территорий. В рамках данной концепции начата масштабная работа по увеличению доходов сельского населения в рамках программы «Аул Аманата». На эти цели в ближайшие годы будет направлено 1 триллион тенге. В этом году выделены первые 100 миллиардов тенге. Из них в Казлардинской области 3 миллиарда. Они будут направлены на выдачу 600 микрокредитов и создание 636 новых рабочих мест. В этом году в области будет засеяно свыше 195 тысяч гектаров. Однако проблема нехватки воды по-прежнему актуальна. Поэтому министр призвал аграриев уделить первоочередное внимание диверсификации сельскохозяйственных культур, использованию водосберегающих технологий. В этом направлении в области будет реализован ряд пилотных проектов. Глава региона поблагодарил Ербола Карашукеева за поддержку подобных инициатив, ознакомил с работой по повышению потенциала отрасли. В прошлом году было инвестировано 9 миллиардов 900 миллионов тенге. По сравнению с 2021 годом рост на 8%. В январе-феврале текущего года отмечено увеличение в 13,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На встрече аграрии подняли насущные проблемы. Их волнует вопрос с горючим. Но министр твердо заявил, что недостатка в удешевленном дистопливе для весенних полевых работ не будет, беспокоит земледельцев и кадровый вопрос. Молодежь не проявляет интереса к отрасли. Эта проблема также в объективе внимания министерства. В настоящее время средний возраст механизаторов более 50 лет. Мы должны решать эту большую проблему. Через 10 лет в аграрном секторе может не остаться специалистов. Если сейчас не решим вопрос, потом будет слишком поздно. По сути, мы должны увеличить нашу квоту. Мы увеличим квоту для приема детей из аулов на эти специальности. Во-вторых, вы, фермеры, должны поднять зарплату. Это очень актуальная проблема. Сейчас имеются три университета, и они увеличивают квоту. Далее министр сельского хозяйства провел личный прием фермеров. Лимара Эргебаева, Ельжас Абдедашын, Ушумаханов, Дархан Тухсид, Телеканал Кызларда.